или мешай привет привет ветер хочу хотел лучше а это субботу каши где играет не в курсе где каши самаре играет блин это чё в самаре что ли их на блин наверно получается так ясно ладно спасибо миш давай увидим что давай пока привет ребята я сегодня в самаре встречаюсь с шизоркестром каша задам вам несколько вопросов похоже приключения будет еще то скажите пожалуйста как не доехать дошли за оркестр каши за сколько довезете ребята мы отправляемся на поиски шизоркестра каши в городе самара надеюсь я их сегодня найду кстати не знаете где найти шизоркестр каши извините скажите пожалуйста на каком маршруте можно доехать дошли за оркестра каши владимир подскажите где найти шизоркестра каши так ну вот местная афиша может что-то есть здесь или выступает каши поиски поиски а перекусить надо найдем шизоркестра каши вы не знаете как проехать друзья не оставляю надежды найти сегодня шизоркестра каши эфи момент с лейта ну и чё ты херня блять я самаре блять где каша блять визь ты чё они в лаке сегодня балако в лаке бабе ты куда поехал то дурачок я пошутил я пошутил ты чё я тебя подколол да ну нах ребята случилась оказия у нас сегодня дистанционный взлом гримёрки в которой томится шизоркестра каша начинаем взлом поехали здарова здарова ребята первый вопрос и сразу с места в карьер у вас в группе кто во что гораст остановка станция метро московская пассиона ну я пробовал во все в смысле активно активно один раз как говорится не гораст вообще-то у меня трое детей нет степан гораст в барабаны женя в соло гитару этот в глотку вложенную может так дать а я как правило не в ноты гораст гораст это как будто этот есть такой это ученый да такой дальнегреческий Вячеслав Гораст а Вячеслав не Гораст вырежьте эти не смешные шутки ребята поведайте нам каша в столовке ПГУТИ была годной когда вы придумали название да я уже даже не помню перловка была ну это перловка была да степ ответь на этот вопрос мы ее уже жрать не могли потому что мы уже думали и как это здорово что нам пришло в голову такое название и уже я не помню как ее проглотил короче мы пришли как бы поесть каши придумали слово каши и убежали бухать коньяк скажите набор ноты звуков которые вы несете со сцены это культурный шок или глубоко законспирированный философский смысл мы несем людям чушь мы несем людям ахинею можно еще так назвать более таким лекарственным термином ахинею ахинею мы несем как вы считаете девушки в гримерке это к беде это к еде да это не вроде еду принесла а потом ты сам трипер лечишь что это такое Вячеслав вас назначили главным по алкоголю это потому что вы знаете меру или просто потому что так выглядите потому что мы с ним братья по разуму нет по градусу братья по градусу по градусу Евгений является ли каша в голове пищей для ума ты твой сюда иди что там спросил ты вообще ты сейчас членом отхнулся хорошо Степан вы как самый последний кто попал в кашу считаете ли вы себя маслицем Машу маслом не спастись прикольно я не слышал Машу каслом ну я думаю я думаю все таки да или в противном случае пацаны бы меня не оставили в группе сказали пошел мы просто не знаем как тебя выгнать теперь когда мы со Степой общались по поводу вступления в наш коллектив он обещал что он будет петь и до сих пор не сдержал обещание поэтому мы ждем когда вот он споет тогда мы его попросим с коллектива я напиздел Евгений был ли такой концерт когда публика просила горшочек не вари было ну часто бывает один раз говорят нет когда у нас просто второй блок скажет все до собина не спасибо ох ты про серьезное что ли говоришь в принципе а это было но если так то один раз если по серьезному да а так то всегда в толпе находит человек который не вкурит мы попали на полуфинал лиги чемпионов ну честно говоря я сам тоже пел и смотрел и смотрел предатель там очень круто предатель Дотенхем с Ливерпулем играл какая нахер каша понимаешь и мы вот как бы были саундтреком к футболу как бы вы отнеслись к тому если б Юрий Эдуардович Лоза сделал бы на ваш новый альбом свою рецензию это высшая похвала я считаю мы бы прошли кварцевание и на всякий случай и колоноскопии и на всякий случай еще обряд очищения обрезание об очищении ну мы же просто просто клизмочки чего вы стесняетесь чего с Лозой такого не было что ли думать на маленьком это как обычно перед концертом смысл ежегодные пьяные концерты это потребность кого-то из вас или русская душа требует безудержного веселья мы делаем пьяный концерт как бы в честь дня рождения славы мы абсолютно в трезвом состоянии работаем все концерты кроме одного концерта в год и поэтому мы нашим значит друзьям поклонникам всегда говорим вот нет 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 мы не будем не будем не будем не будем а вот на первый пьяный зимний концерт обязательно с вами вместе и у нас вот такая есть традиция мы в начале января фигачим вместе вот в этом году тоже было то есть у нас на сцене стоял столик мы значит играли пели пивали пили и было радостное бакханалия это как фильмы Джеки Чана ты сначала смотришь весь фильм но ждешь в конце титров когда он падает расшибается и поет свои песни у нас у нас люди весь год ходят слушать музыку смотреть как мы прекрасно и чисто и эксклюзивно поем но раз в год они приходят смотреть как мы пьяные валимся за сценой промахиваемся мимо нот вот интересно как вы считаете любовь к шансону передается половым путем вот яркий представитель как говорится у рожденец шансона любви вот у него любят шансон все кроме его родителей все окружающие да вопрос в редакцию пришел письмо когда же наконец вы вставите свой репертуар песню не плачь пишет нам Танюша Буланова мы ответим письмом Вячеслав вы как единственный знаток Саратова что нужно сделать Саратов чтобы все перестали говорить глушь саратовская ешьте снег ешьте снег спасайте Саратов это было замечательно заглядывая в яндекс карту ну просто люди же сами комментируют оставляют ешьте снег спасайте Саратов это было очень смешно Евгений что по вашему означает выражение девка хоть куда колобок 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 да катился колобок пел песни и прокатился лицом по говну евгений представим что группа черный кофе сделала фит с группой сливки какие вы можете придумать нелепые фиты светлые фитры это они же да светки падающие деревянные церкви Руси а светкли падающий глист смазали и зимой и летом Нет это и пугачиво и зимой и летом светки падающий лист нет это был просто черный кофе со сливками тут на это намек ааааа аааа это была шутка степан почему сказки про репку и не было потому что не попали имя любимый твое как там было это так это звали поэтому как бы очень долго было выговаривать там не кота кошка башка нет деда звали баир бременских музыкантов были вообще имена у одного животного там что пропустили в сказке там коня конь приходил помогал тянуть его звали ержан а коня за что тянули соответственно поэтому и пропустили его в сказке ребята придумайте рифму к слову жужелица хуи жилица привет одна здесь пойдем жужелица вячеслав вы давно свою жужелицу мыли хочу тебе сдаться тебе сдаться хочется я не сдался лет 18 цены кто из вас собирал пепел что потом сдать его в аптеку подъезде стояла банка да и вот прям наполнили витку боли надо ее как-нибудь вот чихнуть мне все никак нет не был лень лень человеческой подвела счет бы все уже были пепловыми миллиардерами отстричь и лежение волосы комаров 6 килограмм комаров там давайте по честному как вы спите после того как вы все это натворили мертвым с дюком нет громким сном потому что я разбудишь когда ты храпишь ты хоть из пушки в бок стреляй с собой как из могилы поэтому я говорю хоть куда парень хоть куда спится прекрасно иногда когда мы группа без совести мы группа говнокрады ребят еще один вопрос чё со связи ну все ведь давай давай короче я пошел ребятам надо выступать ты уже отвлекаешь ребята пока отрубились что ли вы 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 Продолжение следует...